9 мая – праздник, который занимает особое место в сердце людей. Практически в каждой семье был герой той страшной войны. С годами свидетелей ужасных событий становится все меньше, но память о них живет в сердцах их детей, внуков и правнуков. Каждый год в Совете ветеранов города в преддверии 9 мая проходит праздничный вечер, на котором они чествуют и на неживущих героев, и тех, кто уже от нас ушел. У нас участников войны практически не осталось, самих фронтовиков. Но есть, которые трудились в тылу. Кто-то там воевал даже на фронтах, но, как бы сказать, Нижний Новгород защищали. Вот такие люди есть. У нас таких людей где-то у нас 25 человек. Ну, еще, конечно, они есть, но просто они у нас не состоят, просто мы не знаем. Ну и много детей войны. Детей войны у нас еще около 200 человек. Ну, 150 даже мы посмотрели. Но они, естественно, все не могли прийти сегодня. Война затронула всех. Воевали не только мужчины. На защиту Родины в те страшные дни встали женщины и дети. С оружием в руках наравне с мужчинами они сражались с фашистами и в открытых боях, и вели партизанскую войну. У меня оба родители воевали в Великой Отечественной войне. И папа, и мама. Их уже нет в живых. Но память о них все время остается в нашем сердце. Мама была в медсестру госпитали. В 43-м году в ее палату попал папа. В 43-м году так они познакомились. В Ивановской области. После этого, когда папа выздоровел, он отправился дальше на фронт, и мама поехала с ним. Так они начали свою семейную жизнь в 43-м году. Победу они встретили в Восточной Пруссии под Кенигсбергом. После этого они вернулись на родину. Радость со слезами на глазах. Основная цель празднования Дня Победы – не веселое гуляние, о напоминании нынешним поколениям о той цене, которую отдали герои за мир и свободу. Мне хотелось поздравить всех наших ветеранов, кто у нас 16 человек осталось участников фронтовиков войны. Им низкий поклон за ваш вклад. Много у нас еще, которые работали за победу, шили обмундирование, работали на полях, у станков стояли. Им тоже низкий поклон.